С такими пузиками ходят, и женщина-экскурсовод, надрываясь им, рассказывает, пытаясь как бы заинтересовать современным искусством про то, почему именно вот так вот всё сделано, почему именно так выйдет инсталляция. И это не им не надо, не ей не надо, и самое главное, это не надо художнику, потому что он хочет, чтобы ваше познание, оно было первичным, чистым, без вот этого вот прослойки разума, логики. Потому что, когда мы вставляем логику, то жизнь сразу же ускользает, мы её сразу же теряем. И, соответственно, это тоже очень важный месседж, что умеете, как вот этот художник, работать без экскурсовода, вам в тексте не нужен экскурсовод, вам нужен именно, нужно быть первичным опытом для человека, а не экскурсоводом. Это не учебник по физике, который обобщает что-то, абстракцию какую-то. Ну, он абстрагируется от мира, не надо абстрагироваться. Вот, а в целом, достаточно хорошая работа, и вы, так сказать, Артём, прошли. Спасибо вам за то, что вы прислали. А сейчас у нас будет ровно 5 минут на то, чтобы Артём высказался. Сейчас он себя размьютит и сможет как-то что-то нам сказать. И как только 5 минут закончится, я вас сразу же отключу. Артём. Добрый вечер. Добрый вечер. Тебя слышно, привет. Итак, по поводу диалога, что хочу сказать. По поводу претензий, да, я сейчас подумал, действительно, имеет место быть излишняя детализация, излишняя акценты на вещах, которые не особо нужны. И действительно, ну, наверное, я боялся сделать его непонятным. То есть, что если я буду использовать какие-то концовки, которые будут использовать меньше конкретики, но больше каких-то вопросов задавать, или в более иносказательном плане использовать диалоги, то человек может не понять. Ну, то есть, в принципе, можно попробовать сделать по-другому. Я посмотрю, что получится. Так, это раз. Два. По поводу слабой концовки. Опять-таки, это звенья одной цепи, то же самое. Зачем-то хотел разжевать, хотя, видимо, это ослабило концовку. Вариантов, да, там было несколько. Насчёт клишированности. Ну, та же самая история. То есть, скорее, здесь говорит отсутствие опыта конкретно в, ну, скажем так, в диалогах, которые люди могут исследовать, потому что я работал немножко в другом жанре, в котором людям нужно было разжевать, экскурсоводам. Вот, поэтому получилось то, что получилось. Ну, а в целом, достаточно было весело. То есть, появился этот диалог из мысли, а что было бы, если бы, вот. Я достаточно часто хожу по собеседованиям, имею опыт, ну, так сказать. Вот, отсюда взялись и некоторые вот эти вот клишированные фразы. И объём диалога, кстати, взялся тоже из, ну, реальности в плане того, что так и разговаривают, ну, реальные, реальные люди, которые проводят собеседования. То есть, в данном случае это будут рекрутеры, там, представители их комнатных ресурсов. Их частично клишированные вопросы используются. Я пытался их как можно укоротить, но, если чё, на самом деле, можно укорачивать и укорачивать. Вот, ну, в общем, надеюсь, что диалог вам был интересен, вот. Хотел засунуть, так сказать, свою мысль вам в голову. Если получилось, если было весело, значит, значит, всё получилось. Вот, ну, спасибо. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе, Артём. Действительно, диалог был интересен читать. Ты, собственно говоря, прошёл, но вот был интересен тебя послушать. Спасибо тебе. И я тебя отключаю, ну, вот, и надеюсь, ты продолжишь смотреть стрим. Пока, удачи. Да, спасибо, это очень классный диалог был. Да. Так, теперь мы переходим к следующему диалогу. Анастасия. Да, Анастасия Каледина. Здесь правильное ударение поставил. Она будет у нас вебкой. Ой, 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 ой. Сейчас. Так, сейчас подождите. Угу. Так. Вы пока готовьтесь, кто будет читать диалог. Так, что-то не то включаем. Всё сбилось, друзья. Так, сейчас подождите, я вам диалог. А, вот, вот. Так. Всё-то сейчас поправлю. Так, диалог называется, ну, он никак не называется, я его назвал «Девушка и дедушка». Файл назывался так. Анастасия, девушка и дедушка. Что ж, начинаем. Ну, наконец-то. А то полгорода прошла и никого. Вы не подскажете, как пройти библиотеку? Явилась, не запылилась. Чувырла. Стоп, коллег здесь жила, библиотеку не нашла. Не, вы меня с кем-то путаете. Я здесь первый раз. Телефон сел, а карту не посмотреть. Ври, ври. Да не завирайся, курва. Я тебя сразу узнал. Ты моего Витьку погубила. Какого, Витьку? Я из Москвы, мне библиотеку надо. Правильно, правильно, забыла уже. Сейчас в полиции вспомнишь. Честное слово, я в Москве всю жизнь прожила. Могу паспорт показать. Ой, а где он? Ть, меня из борделя отобрали. Блин, может, в рюкзак засунула? Дементила. Маргарита Павловна. 95-го года рождения. Москва. Видишь, ты правду сказала? Эй, дайте сюда. Нужно мне более. Как вы? Я выронил его, что ли? Ха. Ловкоруков Лев Петрович. Театр фокусов. Самокат. Ред знакомству. Да ладно. Меня мама в детстве водила на ваше шоу. В смысле, в представлении. Да, по всему миру катался. А те, шо? Старость не радость. Витьки нет. Ой, мне очень жаль. Правда. Везде мне эта стерва мерещится. Сбежала с каким-то послом. Витька ж ее так любил. Вы, извините. Мне идти надо. Куда? Закрыт библиотека твоя. Как? А так. Пожар там вчера был. И что? Все сгорело? Да вроде нет. Быстро потушили. Но когда теперь откроют, черт его знает. Вот невезуха. Там единственный экземпляр. Некрономикон. Том первый. Ты, стал быть, за продолжением приехала. Да как вы это делаете? Связалась, блин, с фокусником. Не связалась, а встретилась под счастливой звездой. Пойдем, чайку попьем. Да какой чаек? А как нельзя в библиотеку попасть? Знаю, знаю я один фокус. Ой, ну что за фокус? Вот за чаем и расскажу. Зарядишь заодно свой айфхон. Ну, только ненадолго, ладно? Вот мы сейчас прослушали диалог Анастасии, девушка и дедушка. Вот сразу же, значит, по поводу этого диалога. Ну, чем он мне понравился? То есть я всегда люблю начинать с этого. Он мне понравился тем, что в нем есть определенный уровень узнаваемости. Так, сейчас. Наверное, это... Так, да, вы в скайп, пожалуйста, не пишите мне, а то я отвлекаюсь, если ничего важного. Ну, там смешно скайпить. Да, 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 да. То есть мне понравилось тем, что в нем есть определенная узнаваемость, и при этом он находится как бы на грани. То есть, с одной стороны, всем нам знакома ситуация, но при этом она очень интересно обыгрывается. Но обыгрывается она слабо. Вот знаете, что я могу сказать? Ключевая особенность тех работ, которые нам присылают. У нас в России как будто бы есть внутренняя цензура. Что если вы в сценарии сделаете что-то смелое, то вас кто-то за это накажет. Как будто бы есть какие-то запретные темы. И вот эта внутренняя цензура, она очень сильно мешает авторам творить. И не зря наши художники основные, которые в России существуют сейчас, это почему-то не сценаристы, не литературные, ну, не люди литературы, а все же люди чего-то другого и более реакционистского такого характера. Потому что вот эта внутренняя цензура, это самое ужасное, что есть сейчас в современном творчестве. Вообще в творчестве, потому что вы можете много, вот каждый человек из вас, каждый художник, который живет в нас, он может гораздо больше. Но наша душа, именно вот человека творческого, она очень ранимая. И любое вот это введение какого-то формата цензуры, наказания, агрессии, физической и духовной небезопасности, а опасности, оно порождает, сразу же нас закрывает. И это очень страшно для художника, когда он закрывается. Потому что художник, конечно, должен существовать в определенном состоянии, когда он может действовать смело. И вот этой смелости мы ищем. То есть мы сделали Левиафан, да, я хочу дальше шагнуть, я хочу, чтобы мы все шагнули дальше. И мы могли что-то сделать более смелое, более сильное, искренне. И вот в этом диалоге, как во многих других, да, вот очень четко чувствуется вот эта вот цензура, да, которая существует внутренне. И вот этим мне как бы хотелось бы с автором, да, который это делает, как-то вот его пораскрывать и найти вот этот момент, когда он может выйти за этот предел. И вот этот диалог, и вот этот вот, это, честно говоря, на Булгакова, да, похоже. То есть такой, ну, такой contemporary fantasy, да. Такой fantasy в современном, типа Нил Гейман, в современном мире такое. Ну, это интересно, интересно, конечно. Еще один минус, да, он скучноват, если честно. То есть начинается такое заздравие, то есть узнаваемая ситуация, пам-пам-пам, нужно сильнее развивать, динамики не хватило. Очень, он такой, он монотонен, тягуч, и это в современном искусстве, в современной драматургии, это никому не нужно. Если вы посмотрите, просто смотрите не только сериалы, сходите в театр, даже современный, не ходите там на Чехова, да, Чехов прекрасен, он совершенен, да. Но посмотрите современную драматургию, даже вот современный какой-то балет, и вы удивитесь, насколько динамичен он. То есть не 2000-х годов, а вот 2010-го, он потрясающе динамичен, там идет такая смена, что вы просто обалдеете, он просто как смотрится, как этот, как трансформеры. И вот этого не хватает в современном авторе, что он зажат вот в рамках прошлого, в рамках творчества прошлого. Двигайтесь дальше, прошу вас, двигайтесь, вот я всем сейчас обращаюсь, да, художникам, двигайтесь дальше, жизнь не остановилась. Все эти люди, которые говорят, вот раньше было лучше и так далее, нахуй их. У нас еще все впереди, и у каждого у вас, у каждого творца все впереди, двигайтесь, умоляю вас, двигайтесь вперед. Интересуйтесь современным миром, современным, не только. Знайте свое прошлое, оцените историю, ну и смотрите, как мы уже развились, как человечество, скажем, в нем становится лучше. Собственно говоря, вот это такой месседж небольшой. А Марк, может ты что-то скажешь, а то я тут отвлекся на вечные темы? Вот, ну да, ты любишь вечные темы, я тоже немножечко приложусь к вечному, нетленному и прекрасному. Вот, очень хорошо сейчас сказал про основных художников, что наши основные художники, так сказать, это люди, в общем-то, очень реакционных взглядов, кто-то вроде Михалкова. А я как бы хочу обратить внимание на контрпример, который на самом деле также подтверждает твои слова. То есть, обратите внимание, например, на такой многими нелюбимый жанр, в общем-то, я его тоже не люблю, как такое нелюбимое многими направление музыки, как русский рэп. Откуда популярность русского рэпа новой волны последнего? Просто потому, что у них очень честный язык и очень честная тематика. То есть, пока наши замечательные, так сказать, Михалковы говорят о высоком и снимают на государственные деньги дорогие и очень устаревшие фильмы, так сказать, в русском рэпе рассказывается про реальную такую подъездную жизнь. Вот, и причем делается это очень, так сказать, свободно и без всякой цензуры. По той же причине, кстати, любят Шнурова. Вот, потому что у Шнурова очень правдивые и реалистичные песни. И дело тут абсолютно не в мате, дело тут именно в цензурировании тематики, которая здесь не происходит. Вот, теперь, собственно, про диалог. Вот, опять же, на самом деле, разбор этого диалога, лично для меня, он напоминает мне разбор предыдущего диалога. Почему? Потому что там, ну, в частности, встречаются, как бы, опять же, такие моменты, когда автор разжевывает. То есть, автор действительно некоторые моменты разжевывает. Вот, мне в диалоге нравится лексика. То есть, там хорошая лексика. Она местами очень уместная. То есть, как бы, как дедушка говорит, у него такая красивая с точки зрения стилизации речь. Но некоторые моменты им, так сказать, хочется сказать, не верю. То есть, когда он говорит, ври, да не завирайся, а эта фраза, она такая немножечко витиеватая. Эта фраза, она будет звучать, наверное, в более спокойном состоянии. А здесь он на эмоциях. Если она, так сказать, погубила его Витьку, он может начать, там, опять же, запинаться. Он может мне, может, так сказать, несколько раз повторить что-нибудь. Он может сказать, ты чё, ты чё мне тут врёшь? Чё ты врёшь мне? Вот так вот, как-то так. И, соответственно, то есть, и вот этот момент, когда замечательная стилистика, замечательная стилизация, она сразу же вот рушится из-за неправдоподобности лексики. То есть тут, точнее, не лексики, а из-за неправдоподобного её использования. Вот. Причём, вот, опять же, здесь есть уточнение, когда он говорит, ты моего Витьку погубила. Но, в принципе, если учесть, что дедушка принял эту девушку за кого-то ещё и был, в общем-то, уверен в этом, он может сказать, ты моего Витьку-то. И тут, в общем-то, понятно будет, что что-то не то с Витькой, да? И плюс это раскроется дальше. И это дополнительный, на самом деле, крючок, который как бы нас притянет к этому диалогу и заставит следить за ним с большей интенсивностью. Вот. Дальше, что ещё? Когда, собственно, дедушка узнаёт, что девушка не та, за кого он её принял, мне кажется, здесь можно было немножечко надавить и сменить гнев на милость более, так сказать, что ли, более ярко. То есть дедушка-то он не злой, он неплохой, он, так сказать, очень сильно переживает, но на самом деле он даже и не грубый. То есть он, скорее всего, может даже начать говорить совершенно по-другому. То есть когда он понимает, что он ни за что, в общем-то, обидел девушку, он не будет, наверное, говорить про паспорт, говорить, нужен он мне больно, он будет говорить, да возьми, возьми его, возьми внученька. И, соответственно, когда он представляется, вот Ловкоруков Лев Петрович, я вот когда отыгрывал этот момент, да, я менял даже интонацию. То есть он здесь такой, как бы, такой самоконферанс идёт. То есть он такой сам же актёр, сам же конферансье, и он сам себя так объявляет. И, соответственно, ну, в целом, в остальном, в остальном я не могу сказать, что у меня какие-то появились именно новые замечания к вот этому тексту. То есть от начала и до конца текста замечания всё те же. То есть те, которые я указал. Да, я вот ещё хотел кое-что сказать. Меня, поскольку больше драматургия, конечно, интересует. Вот смотрите, вот этот диалог можно рассмотреть, ну, во всяком случае, из того, что я прочитал, в двух таких ситуациях. Первая ситуация, что дедушка искренний, а вторая ситуация, что дедушка имеет какой-то подтекст. И, то есть, вот эта вся история свичка — это фейк. И как драматург, мне кажется, что эффектнее, если это будет искренняя ситуация. Вот это вот, если мы подразумеваем, если мы, если автор задумал о том, что дедушка — это фейк, то тут надо вообще по-другому строить этот диалог. И он должен, скажем так, даже кончиться по-другому. Мне нравится это лёгкое ощущение фейковости. Это приятно. Но тут возникает вопрос, откуда оно? От того ли, что мы, не передано вот эту вот искренность дедушке, или от того, что так и задумалось, да? То есть, это тоже вопрос к автору. Ну и самое главное, почему я считаю, что всё же интереснее драматически, чтобы это было по-настоящему, потому что вот эта вот Витька — это то, что держит. Это то, с чего началось. Я, когда начал читать этот диалог, я был очень уставший, и я начинал этот диалог, и я срочно почему-то представил какую-то такую, почему-то ночь, снег, ну вот какая-то русскую такую реальность, да? Фонарь там какой-то, снег, и вот идёт эта девушка, к ней подходит эта девушка. Ну я не знаю, как там было на самом деле, но вот начинается этот диалог, и мне захотелось вот этого Витьку почувствовать в диалоге. Вот его немного не хватило, вот этого Витьку, вот не хватило развития с ним ситуации. Я почувствовал какую-то такую вот тоску, да? Что мне захотелось этого Витьку почувствовать, да? Ну вот, Марк, тебе есть еще что сказать? Да, 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 вот как раз по этой ситуации, то есть на самом деле был бы очень хороший способ сделать диалог сильнее, инсценировав, вот как бы не говоря ничего прямо, инсценировав историю вот этого его внука или сына, не знаю, от начала и до конца. То есть он может упомянуть ее в диалоге, и на самом деле по его репликам мы можем косвенно ее восстановить. И как бы особый кайф, когда по репликам, где ничего не сказано прямо, но все сказано косвенно, ты восстанавливаешь историю, в которой ты чувствуешь, вот прям, в которой ты чувствуешь именно правдоподобность своей версии. То есть ты восстановил эту версию, и ты ни минуты в ней не сомневаешься. То есть ты понял, что ты сообразил правильно, это как бы такая игра что ли с читателем. Вот, и плюс что-то мне еще хотелось сказать, и я сейчас мучительно пытаюсь вспомнить, что мне хотелось сказать. Ну... Давай я скажу тогда пока. Да, давай скажи. Вот, и вообще для всех это месседж всем сценаристам. В Евангелионе есть такой момент, что пилот Евы, он должен с ней синхронизироваться. И когда он с ней синхронизирован, он чувствует всю боль и всю силу Евы. Ваш текст, он должен быть как Ева. Вы должны этого пилота, в данном случае пилот это ваш читатель, вы должны его соединить с вашей Евой. Или он не почувствует ни боли, ни силы вашего текста. И вот этот текст, он хорош. Почему вот я в УСБ? Потому что он подключает как минимум. А дальше уже, ну, ваша задача дать Еве таких монстров и такие ситуации, чтобы ей было и больно, и приятно, ну и так далее, дальше работать. Но это очень важно, вот сценаристы, да, вот учить. Вам надо подсоединить. У вас должна четко вот коннекшен должен, создать синхронизацию между Евой и пилотом. Если этого нет, то битвы не будет. Вот. И, кстати, я вспомнил, что я хотел сказать. Вот. Ну, кстати, я немножечко поясню слово Андрееса. Кто не в курсе, Евангелион это классическая японская анимация. Ева это гигантский робот по инопланетным технологиям. А пилот это, как правило, ребенок в возрасте до 14 лет. И сам процесс синхронизации, он достаточно болезненный, сложный и порождает, так сказать, кучу постэффектов. Вот. Чтобы вы понимали, так сказать, драматизм. Вот этот уровень драматизма, который Андрей закладывал в свои слова. Ну, я забываю. Синхронизация, извини, синхронизация, она дает то, что вы начинаете чувствовать, то, что чувствует Ева. И вы можете двигаться, и Ева будет как бы делать то, что вы делаете. Без синхронизации она, ну, словно говоря, вы поднимаете руки, Ева ничего не делает. Да, в общем, если кто не видел Евангелион, можете посмотреть фильм «Тихоокеанский рубеж». В принципе, суть передается. Ну вот, теперь о том, что я хотел сказать. Там, ну, в этом диалоге мне, на самом деле, бросилась в глаза одна очень важная деталь, которая с точки зрения, так сказать, персонажного девелопмента, она очень хороша и правильна. И она, я бы сказал, канонична. Еще Роберт Макки, который писал пособия по сценарному мастерству, книжка называется «История на миллион», в оригинале она называется просто «The Story». Вот, еще Роберт Макки сказал очень правильную вещь. Он сказал, не стремитесь дать своему герою много-много всяких каких-то фишек и сверхспособностей. То есть, на самом деле, герой, который знает 10 иностранных языков, клеит танчики во время своего хобби, работает пилотом самолета, допустим, и носит там ярко-красные волосы, это герой скорее неправдоподобный и смешной, чем герой интересный. Так вот, здесь мне приятно видеть, что каждому из героев дана одна ключевая возможность. То есть, дедушка это не просто как бы хрен с горы, да, дедушка это фокусник, причем в прошлом как бы довольно известно, то есть, если его эта девушка узнала. А девушка, она зачем-то ищет некрономикам. То есть, на самом деле, этот момент, он хорош тем, что здесь какая-то особенность девушки, она не раскрывается, и она ведет тебя за руку в следующую сцену, вот эту вот с чаепитием. Потому что ты знаешь, что в следующей сцене про Вичку, скорее всего, говорить не будут. Хотя дедушка может сказать что-нибудь, вот, так сказать, в минуту откровенности. Но про некрономикам разговор будет точно, и это классный момент. То есть, это коннекшн, соединение такое со следующей сценой. Это хорошо, это здорово. Ну, Анастасия, наверное, пришел твой звездный пять минут. Вот, сейчас. Можешь говорить? Да, говорю. Слышно меня? Да, отлично. Ну, все, добрый вечер, большое вам спасибо, коллеги, за критику, за замечания, очень точно, очень дельно. Я соглашусь, пожалуй, со всеми из них насчет особенно смелости и вот каких-то таких вещей, там, относительно внутренней цензуры, относительно свободы. Да, это супер, что вы заметили. Я, правда, местами хотела его сделать, там, как-то более откровенным. Но вот прощупывала почву, так скажем, и поэтому сделала его таким, как сделала. Вот, очень приятно, что вы заметили фейковость и пародийность, потому что, действительно, это немножко такая пародия. Это просто так мне вот интересно было поработать в таком вот стиле, там, полу-квест, полу-булгаков, там, полу-такая мистика. Мне казалось, это будет любопытно звучать. Что я хотела в этом диалоге сделать? Хотела, во-первых, показать бэкграунд персонажей, я думаю, я это сделала. Хотела показать, что девушка в сложной ситуации, в незнакомом городе, он еще и пустой. Телефон сел, ничего не понятно, и вот дедушка еще так нерадушно ее встречает. Насчет дедушки тоже хотелось именно создать действительно какую-то драму. Хотелось, чтобы героям возникла эмпатия, возникла симпатия в то же время. То есть, чтобы за ними было интересно наблюдать, и чтобы в то же время какие-то их чувства можно было разделить. Насчет истории с Витькой, да, это как бы в моем представлении, это был такой начальный эпизод истории. И то есть, впоследствии, хотелось бы связать даже, может быть, эту историю с Витькой. И вот то, что дедушка там как-то будет помогать девушке и так далее. Это был как бы такой начальный этап. И, как вот правильно заметили вы, он перетекает действительно в следующий этап. И это тоже такой как бы крючочек. Хотелось, чтобы зрителю было интересно, что будет дальше. Это, как вы знаете, один из главных принципов сценарного дела и так далее. Вот. Ну и насчет всяких там микрономиков, ну тоже мне очень приятно, что оценили это все. Потому что это была реально такая вот фишечка для определенной целевой аудитории. Потому что, естественно, не все это читают. И понятно, что не все, собственно, оценили. Так же, как пройти библиотеку, так же, как и название девушки и дедушки. Это все-таки отсылочки немножко к определенным культурным там пластам, к определенным вещам. И это здорово, что это работает. Это очень, конечно, приятно. Вот. По поводу языка тоже соглашусь, что местами, конечно, я там не дотянула. Но хотелось все-таки лексические особенности речи персонажей передать. И тоже там девушка больше там сленг. Дедушка больше какие-то вот такие архаические выражения использует. Вот. Спасибо большое за комментарий по поводу того, что он должен был сменить гнев на милос. Да, вот здесь тоже я чуть-чуть как бы, конечно, не хватило, видимо, каких-то таких вещей. Вот. Ну, что еще сказать? Было очень приятно это писать. Мне действительно было интересно. И мне самой даже интересно, зачем же, как бы, девушка экономика, что там будет продолжаться эта история. Я хотела бы даже ее закончить там каким-то образом. То есть я писала специально для этого конкурса. И теперь мне уже в самой руки чешется ее записать до конца. Вот. Возможно, там какие-то вещи действительно там недостаточно сильны. Но это значит, что есть над чем работать. Это очень здорово. Я, как понятное дело, что первый драфт никогда не бывает заключительным, но может быть там в одном случае там из миллиарда, наверное. Поэтому большое вам спасибо за все. И, пожалуй, удачи всем остальным участникам. Было очень приятно поучаствовать сегодня. Да, Анастасия, спасибо большое за диалог. У меня есть еще один небольшой комментарий. Он, на самом деле, касается пародийности и Булгакова. Суть в чем. Я, на самом деле, это обращение не конкретно к Анастасии. Это обращение к сценаристам в целом. В общем, хотелось бы сказать, если вы хотите выразить какую-то мысль, если вы хотите показать...